Все-таки решил я, друзья, вам зацепить немножко дождик. Ой-ё! Молнию видел? Ой-ё! Ну, я туда камеру тыкал, в смысле, что она туда была направлена. Я не знаю, что снял или нет. Друзья, это была вселенская глупость, которую я хотел сделать. Я хотел полететь именно туда, куда ударила молния. Моё мнение было такое, что это всё-таки не гроза, что это ливневое облако. Теперь я как, ну, не знаю, обживаю себя мудаком. По-другому я и сказать не могу, твоя ручка. Мне ручку давать нельзя такому сказочному, этому самому. И мы чешем скорее из зоны поражения, потому что молния, вы сами понимаете, будет, конечно, молния. Дождь, которая на нас капает, это фигня полная по сравнению с молнией. Бах-бабахнет, и, конечно, контент огонь, но один раз, мне кажется. Как ты считаешь? Слушай, и самое интересное, ну, облако не выглядит стрёмным. Понятно, что вот оно только что начало перерождаться в грозовое. И теперь смотрите, друзья, что может быть, если мы попадаем в сильные осадки, мы до аэродрому не долетаем, потому что крыло наше будет мокрым. Сейчас оно, видите, немножко, у него иногда капает что-нибудь. И вот такие осадки не страшные, аэродинамика не спрадает. А при хорошем дожде боевом, вот эти струи дождя, падающие вниз, увлекают за собой еще и воздух. Ну, тогда, может, одновременно не скотняк, одновременно плохая аэродинамика. В общем, куча всякого нехорошего. Тогда можно и не долететь. Ай, невероятно. Давай одним глазком посмотрим, как там наша гроза. Я взял ручку. Мы уже вылетели из зоны поражения молнией, я надеюсь. Потому что на фронтальной части обычно не бьет. Бьет в той зоне, где вот как раз дождь падает. И там вот это максимальное напряжение между тучей и землей. И вот там бабахает. Может, еще одну молнию заснимем? Так хочется. Молния, лапочка. Бабахте еще разочек. Пожалуйста. А то я так испугался в прошлый раз. О, нас еще и поднимает, этой грозой начинает. Ну, логично. Нет, не хочет больше молния бабахать. Эх, горе-горе-кай. Ну, ладно, хорошо, что не в нас. Вот, ты же провалила. Ты же провалила, будь здоров. Там, может быть, на хвостовую камеру еще будет заснято. Ой, друзья. Там жалко, знаешь что, что стоит 25 кадров в секунду. А когда такая молния, часто бывает, что она просто мимо кадра попадает. Я почему бы не понял, почему не услышали? А, я не знаю. Ну, видимо, видимо шум, да. Я тоже не знаю, почему не услышали. До аэродрома у нас 30 километров, с высотой 2600, мы долетаем с запасом 800 метров. Набирать не будем, просто летим по прямой и все. Я планирую, что мы в 7 часов 15 минут будем уже на аэродроме. Вот так получилась экспедиция на Матблан у нас уложилась в 4 часа. Вот вполне себе хороший результат. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok